Пятидесяти лет прошло с тех пор, как уволился в запас из морской авиации ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Никонов. Полвека с тех пор позади, но события прошлых лет словно только что минули и оставили массу незабываемых воспоминаний. Иван Петрович уволился в запас с правом ношения военной формы с номерным кортиком 1954 года. В разговоре с нашим героем невольно сразу же возникает ощущение, что форма и сегодня придаёт ветерану уверенность, возвращает ему молодость, унося на несколько десятков лет назад. Одним из самых ярких и радостных воспоминаний является, конечно же, День Победы в мае 45-го. И вот в 4 часа утра, как начали строчить из пулемётов, даже один, в общем-то, нажал на Ил-2 Катюши, она 8 километров летит в лес, через Северную Дюйну в лес, и там взорвалось, но там населённых пунктов нет. Вот от стрельба, мы вскочили, война закончилась, победа. Он родился 10 апреля 1919-го. О своём месте рождения рассказывает с гордостью. Село Топки, Рыненбургского уезда, Рязанской губернии. В 1910 году, 21 октября, Лев Николаевич Толстой умер на станции Остапового. Это примерно 10-12 километров от места, где я родился. И в 1935 году этот Остаповский район, Остаповский район, Остаповский район, Остаповский район, Остаповский район. В крестьянской семье отца его, Петра Ивановича и матери, Агриппины Макаровны Никоновых, было четверо детей. Анна с 1911-го года, я с 19-го года, Василий с 1922-го и Мария жива сейчас. Воспитывать детей пришлось отцу и бабушке Марии Фёдоровне. Мать в 1926 году умерла рано, и в 1927 году я в школу пошёл. В 1931 году наш колхоз выполнил путь к социализму, выполнил план хлебозаготовок, и нам дали путёвку, на 20 человек в Москву. И где-то 7-8 июля 1931 года я видел Надежду Константиновну Крупскую, потому что Мария Евгеньевна Акимова, наш классный руководитель, с ней переписывалась, она была замнародного комиссара просвещения, а нарком просвещения был Луначарский. Они сидели с Марией Евгеньевны на сценке, а мы рот раскрыли, слушали, ну замечательно. Но самое главное, когда нас за стол посадили, все явства были, которые только есть. Ну и Мавзолею смотрели, и первые говорящие кино смотрели. Ещё он запомнил потрясающие французские булочки по 7 копеек, которые купил тогда в столице, и угощал ими потом всю семью. Иван Петрович, мальчишкой чем увлекались? Физкультурой занимался, например, спортом, футболом, читал кое-что, в общем-то мало, конечно, но читал. Вот были такие... А летом мы все, например, в колхозе работали. Я пахал, например, на двухлемешной, на лошади. В 1937 году вы окончили школу. Дальше куда? Меня оставили учителем начальных классов. Третий класс мне дали. Ему предложили место в школе как одному из лучших выпускников. Учителей не хватало, а мечта Ивана куда-то поступить ещё не сформировалась. Мечта появится чуть позже, когда к Никоновым в гости приедет дальний родственник, окончивший Ленинградское военное училище. К тому времени уже подойдёт время призыва Ивана в армию. В 1938 году, в июле месяце, в общем-то, мы поехали в военкомат. Капитан подскажет, ну какой меня... В пехоту я говорю, не пойду, заставим, не заставите. И я в этот год поступил в военно-морское училище. Военно-морское авиационно-техническое училище имени Молотова находилось в Перми. Насколько радостно было учиться дальше? Учился я хорошо. Я все предметы любил, все предметы. И теории двигателей, и самолёты у нас, и эксплуатации. Ходили на аэродром, ходили за 5 километров пешком, там заводили двигатели. И даже самолёт Осипенко, Резодубова и Роскова, вот мировой рекордсам, и это самолёт Родина, перейти к нам в училище. И у нас был как наглядный училище. А это прототип ДБ-3Ф, дальний бомбардировщик, который в ночь на 8 сентября 1941 года полковник Преображенский 18 самолётов повёл на Берлин. А было такое понятие «курсантская дружба». Жили душа в душу, все один другому помогали. Иван Петрович до сих пор отлично помнит фамилии всех своих однокурсников и многие факты своей курсантской жизни. У нас было два Букатиных близнецы, Константин и Евгений. И я только один их различал, в целые эскадрильи различал один, потому что мой самолёт стоял посередине, а слева Коська, справа Енька. Идём в строю. А ребятишки, вот, матрос Камскомулянской флотилии, Камскомулянка до колена, её перейти можно реку, ну, крок к матру. А у нас случились сверхсрочники из Тихоокеанского флота, с Балтики и прочего. Так мы, когда за угол заворачивают рот, а половина рота бежит, и с ребятишком дерёмся. Понимаете? А потом, чтобы строй не нарушить. Расцветали, ё-яблони. Это наша была строевая песня, Катюша. В мае 1940-го вам присвоено звание воентехника 2-го ранга. И дальше вы направляетесь в Краснодарский край. Направили в ЕСК, техник-инструктор, на 5-й полигон. У нас было там 8, 4 истребительные, 2 бомбардировочные и 2 лодочные. 8 эскадрильи. Вот, я в 5-й эскадрилье. И главный у меня друг во втором взводе был Серёжа Проклов. Дружба была, ну, самая настоящая. Военно-морское авиационное училище имени Сталина в городе Ейске Краснодарского края было единственным в стране училищем, которое готовило лётчиков для морской авиации. Известно, что в июне 1941-го из училища было выпущено 200 лётчиков на все флоты. Как продолжилась ваша служба? Что приходилось делать? Чему вы их обучали? Как завести двигателя? Как остановить? Как, в общем, проверить, что он исправен и неисправен? Вот, самолёт, весь самолёт проверять. Так что лётчики мои, курсанты, проверяли самолёт. И потом я с ними, ну, как сказать, для центровки. Ну, кто-то должен во второй кабине, вот я с ними летал. Иван Петрович, получается, что вы и сами могли управлять самолётом? Вообще, у нас техник Звина Кузякин был, старший воентехник первого рамка. Он летал, ему лётчик доверял, в общем. И он посадил на высший пилотаж, и стопор делал, и прочее делал. А вообще у нас была вот эта школа, в которую я поступал, она была третьей в шаг, третьей военной школы лётчиков и пилотов, и техников. Понимаете? А потом её передали в военную флоту, и нам отменили, лётчики не стали здесь. Поэтому негласно я мог посадить самолёт, ну, фигур делать нет, не доверяли мне. А хотелось летать? Хотелось. А вот в 1942 году только Иголкин, Подьячев и Попович, три человека разрешили переучиться с техников на лет. Вот Иголкин со мной учился подьячевать немного раньше, и Попович остался командиром полка. Вот герои Советского Союза, три человека, которых я учил. Иван Петрович, конечно же, гордится своими учениками, которым присвоены высшие воинские звания. Герой Советского Союза Николай Боки, совершивший за период боевых действий 400 боевых вылетов, избивший 14 вражеских самолётов, Павел Климов, совершивший 306 боевых вылетов, избивший 5 бомбардировщиков и 3 истребителя противника, Пётр Сгибнев, на его счету 74 боевых вылета и 6 сбитых самолётов противника. 22 июня 1941 года была объявлена война, и многие, вы в том числе, подавали рапорт на фронт. А что происходило с вами в те первые дни? Многие лётчики подали рапорт, ну, нельзя же всех отпускать сразу. Нам сказали, что подождать, надо, будет замена, направлено, и нас не заменяли. 1 июля 1941 года Никонов был переведён в 10-ю отдельную ночную эскадрилью. Иван Петрович вспоминает, что самолёты стояли замаскированные в садах с созревающими плодами. Сидишь в кабине, над тобой, в общем, абрикосы, вишни, вот такое положение, представляете? Ну, нам разрешали в этом отношении пользоваться. А что из себя представлял ночной полёт? Насколько он был сложнее? Я несколько раз летал с лётчиком, летал ночью, слушай, ничего не видно, нигде аэдром, нигде ничего нет, а тем более затемнение ещё. Ночью летать, это намного опасно, намного сложнее, а тем более посадку провести. Для посадки это прожектор всё время светит, а для разведки, ой, это же находка, чтобы разбомбить-то. Вскоре, в связи с приближением фронта, главнокомандующий южным направлением Будёны отменил ночные полёты. Нас эвакуировали в Саранск. И мы 5 сентября 1941 года прибыли в Чамзинка, Чаунза, это примерно 40 километров от Саранска. И влился в полк, в 10-й, 1-й запасной авиационный полк военно-морского флота. Там находились, учили лётчиков, ночников. С Балтики прилетали, с Чёрного моря, с Севера. Месяц, для того, чтобы научить его ночью летать, месяц, это вот достаточно. У меня ещё Пронченко был, в Гейске-то инструктор. Так он в марте 1942 года прибыл на Северный флот, и два месяца учился у наших лётчиков. Он ас. Любую фигуру высшего пилотажа он сделает и поставил, и всё сделает. Вот Иван, мысли, Иван, представляешь, я отстаю, понимаете, за дезертира сочтут меня. Но он за два месяца устроил всё, потому что фигуру высшего пилотажа не будет сдать лётчик, когда он её полностью, он её собьёт. Моё месси заключалось в том, что самолёт готовить к полёту, чтобы он, да, лётчик вот ночью отлетали, он спать, а я готовил самолёт, подготовил самолёт, и несколько часов можно поспать. В январе 1942 года вы были направлены в Мурманск. Новый год встречали в Горьком, потом первого прибыли в Москву, а нас прописали на одни сутки, а только 5-го числа идёт поезд до Архангельска. И нас в Архангельск. Значит, поезда, трамваи ходили до 19 часов в Москве, метро до 21-го, нам выходить нельзя было ни при каких случаях. Налёты были маленькие, небольшие налёты, но были. И даже вот где-то 4-го, 3-го или 4-го одна бомба немецкая попала во двор гостиниц «Москва». Понимаете? Но не взорвалась. Ну, когда вытащили, там вместо взрывателя написано на ломном русском, в общем, чем можем, поможем. Видимо, антифашисты. 12 января группа из 30 человек уже была на Северном флоте. Никонов попал в третью авиаэскадрилью. Как раз в тот период в полку случилось памятное событие. 72-й смешанный краснознамённый авиационный полк 18 января 1942 года Президиум Верховного Совета ему присвоил звание 2-й гвардейский краснознамённый истребительный авиационный полк. Командиром полка был назначен герой Советского Союза Борис Сафонов. Слов не хватает, чтобы сказать. До такой степени это был замечательный человек, что просто-таки и умнейший. Ведь англичане самолёты, крыло их, самолёты оставили нам, у них не полк называется, а крыло, оставили. Так вот, он, не зная английского языка, в кабине освоил, за неделю освоил самолёт, вылетел, сделал пилотаж небольшой и сел. Англичанин, окей. Он бой вёл воздушный по-своему. И между прочим, Сафоновский тип изучали на всех флотах лётчики, изучали его тактику и методы. Ваш боевой путь связан с именами героев-лётчиков, которых вы отправляли в боевые походы. А кто из них вам особенно запомнился? Толстиков Колин у меня был лётчиком, в общем, летал он хорошо и ночью, и, ну, он в гейске научился ещё, летал очень хорошо. И он, в общем, сбил где-то пять самолётов, сбил. Я ему обеспечивал эти полёты. Самолёт-то был хуже немецких, а лётчики наши побеждали своим мужеством, мастерством. И поэтому я любовь ко всем, я не знаю, кого, и выделили здесь. Иван Петрович, невольно вспоминается фильм «Бой идут одни старики», когда техники дожидались лётчиков из полётов. Вот то же самое было и с вами. Каково это – дожидаться из полёта? Самый мучительный. И вот появляются, все появляются самолёты, иногда одного нет. Через несколько времени объявляется. У нас Толи Молчанов, например, несколько суток находился. Многие, много у нас лётчиков были сбиты, но они на парашюте спускались. Немцы, между прочим, стреляли даже в парашют, чтобы с зажигателями, чтобы лётчик погиб. И не только мой лётчик, вылетает-то не сразу 10-12 самолётов. И переживаем за всех. Ни связи, ничего не было, и тундра. Ну вот Сорокин, говорит, сбил 4 самолёта и вылетел вместе с Соколов Дима, Дмитрий. Вылетели, он сбил над Мурманском, сбил один мастер-110-й. И из-за этого заряда снежного вылетел немец и его подбил. Ранил в ног, и он сел недалеко от него. А Дима Соколов, когда пролетал, то, в общем, сделал очередь. У него больше не было очереди, показал направление, куда идти, где самолёт немецкий лежит. А Сорокин стал вылезать из кабины, садился на фюзеляж. И вдруг собака с левой стороны, собака на плоскости, он её пристрелил двумя выстрелами. Снял парашют, в общем-то, и срикошетил пулю, значит, оттуда лётчик. Он, значит, и этого лётчика убил. И тут заряд прошёл, а второй лётчик, который обошёл валун большой, представляете, и он ему ударил, вот финка ударил по щеке, но Сорокин сумел его убить и потом пошёл. На шестые сутки он пришёл только на это. Провалился в одном месте, незамерзающий там ручей, обнаруженный ногами, в общем, подходит к Кольскому заливу, подползает, часовой стол и только крыдёт, а он, в общем-то, не может. И он нам на катер, в полярную, и врач, самый наш замечательный хирург, сказал, что ему надо ампутировать ступни ног. Через 12 месяцев прибыл из Новосибирска, он белым билетом в главный штаб военно-морского флота, и адмирал флота Советского Союза Исаков говорит, что если ЛАМ, лётно-авиационной медицинской комиссии, вас допустит, мы вам самолёт сделаем с ручными тормозами. Он там сплясал, как Моресев, или нет, в общем, в Новосибирске его допустили. Первый вылет, пятый самолёт сбил, а всего сбил 13 самолётов. Девять без обеих ступней ног, а Моресев без нос убил только 4 самолёта. Вот в отношении Захара Артёмовича Сорокина. Сгибнув Петя, 20-го года рождения, на балочке сбил 4 самолёта, и его подбили. И он слепым был 3 месяца. И всё же, вот, там, приехал на фронт, и после гибели Сафонова его командиры из Кадылии назначили командиром полка вместо Сафонова. Иван Петрович, а что это за история, когда вы вместе с механиками-сержантами из трёх разбитых самолётов собрали один? Мороз, ну, 25 минимум, до 30 градусов. Под открытым небом. У одного двигатель заменил, у второго крылья, третьего хвостовое перенье. То есть всё. И вот мы меняли двое суток. Потом лётчик облетал его, ну, поскольку он уже конструкция старая, поэтому его отдали в учебную, и он в учебном больше года в учебном пока прилетал. Лично, сам, своими руками, примерно, ну, самолётов 20 кобрас собрал, и 15-16, 20 китикауков. 72 болта крепит плоскость, и фюзеляж. И 72 с одной, и 72 болта со второй. Потом оружейник, потом там масло, привод, электро, всё там сделают, как положено. И американцы, для того, чтобы снять двигатель, 16 часов. А я снимал двигатель за 8 часов. Два механик-моториста, я как техник-звена, например, за 8 часов, в общем-то, сел самолёт, сняли всё, сняли двигатель, всё сделали, и он через 8 часов взлетает. Известно, что за обеспечение 70 боевых вылетов вы награждены медалью за боевые заслуги. А какой из этих вылетов самый запомнившийся? Все они, ой, ну, моё дело подготовить самолёт исправный, чтобы полёты все вообще, вы знаете, переживаешь за всех. И всё же, вспомнив один из полётов Николая Бокия и отмечая безукоризненную технику пилотирования лётчика, Иван Петрович уточняет, что бои приходилось вести с серьёзным противником. Вот Мюллер сбил Бокии, это в 43-м году. Мюллер, это, в общем, лётчик-ас первого класса. 101 самолёт сбил. Из них 50 английских, французских, бельгийских и прочих, и 50 советских и американских вместе взятых тут у нас. Мюллер, Рудольф, он летал в паре и на высоте не вступал в бой. А здесь к нам прилетелась Бершанская, герой Советского Союза, командир женского полка АДД, авиации дальнего исследования, привезла 40 тонн бензина. Сгибнив, командир полка уже стал, и 4 самолёта с ним пошли сопровождать этих 20 самолётов, которые прибыли, ДБ-3Ф, привезли 2 тонны каждый самолёт, до горла Белого моря, чтобы немцы не сбили. И вот, слышит, парад, воздушный бой идёт. Ну и они поднялись на высоту 8 тысяч метров четверо и летят. И, сгибнив, ему попал одним снарядом на высоте где-то 7 тысяч метров Мюллера. У него крестов от кок-винта до хвостового перения. И он спустился ниже, а Боки ему врезал нескольких снарядов из пушки, 37-мм и на ковре стояло. И он, в общем-то, упал. Мюллер. Подходит самолёт целый, крови нет, на парашют взлет и визитные карточки. А он ушёл. Он за ночь прошёл где-то 70 километров на лыжах. Это был спортсмен замечательный. Но его поймали и привели к нам. Я его видел лично. Чем запомнилось вам 23 февраля 43-го года? Во-первых, постановление правительства и приказ народного комиссара военно-морского флота Кузнецова Николая Герасимовича, что наш командный начальствующий состав переходит в офицерский состав. И были введены воинские звания. Ну вот, я воентехник в первых ранах был, мне старший лейтенант присвоили. 7 октября 44-го года началось освобождение Советского Заполярья. Мы уже имели, если в начале войны немцы имели около 400 самолётов в Норвегии и 500 самолётов в Финляндии. Это 900. Ну, около 1000 самолётов имели. Мы имели 116 самолётов на Северном флоте и 52 самолёта Карельский фронт имел, СБ. Всё. Наши. А вот к этому времени советская промышленность обеспечила, у нас уже было 350 самолётов, у немцев только 150 осталось. И в армии тоже самое. У Дитла было где-то 93 тысячи, а у нас около 350 тысяч. К 7 ноября последний пограничный столб был поставлен на советской территории, больше немцев не было. И мы дошли до Киркинесса, нам позволили, а дальше морская пехота и армия в Карельский фронт пошли освобождать Норвегию. А у нас свободно. То есть уже немцы не на чем было летать, потому что их все аэродромы были захвачены, самолётов тут нет, а из Германии на Мурманск не полетят самолёты. И вот нам эскадриль нашей разрешили на отдых Архангельска. Это Ягодник, 25 километров от Архангельска. И вот там мы находились. Наши лётчики 8 мая летали на Архангельске, и там уже были флаги расцвечивания, там английская миссия, флаги расцвечивания, там всё такое, так устроено, что вроде бы, ну, война закончилась. Но объявлений это не было. Иван Петрович вспоминает, что в Архангельске тогда он наконец-то встретился с женой Ларисой, и они вместе ходили в театр. 9 мая перешли по льду Северной Двины, сели там на поезд 11-го. Подходим, лёд тронулся, никакой связи, ничего нет, и нам разрешили, пока лёд не пройдёт. Так что неделю жили в Архангельске. После войны он продолжит службу морской авиации. В 1952 году в звании майора пройдёт годичные курсы в Ленинградском военно-политическом училище имени Жданова, и будет служить на Северном флоте замкомандира по политчасти отдельного зенитно-прожекторного батальона. После увольнения в запас будет новая учёба в Московском педагогическом институте на отделении исторического факультета. А потом работа в школе и традиционные долгожданные встречи с однополчанами. Сегодня Иван Петрович Никонов является членом Президиума Совета ветеранов Краснознамённого Северного флота. Иван Петрович, как Вы считаете, на сегодняшний день какая задача стоит перед Вами, ветеранам Великой Отечественной войны? А задача офицеров всегда была воспитание достойных защитников Родины. Три года назад наш герой отметил 90-летний юбилей. Солидный возраст, при котором у Ивана Никонова ещё предостаточно бодрости, стремление быть нужным и желание успевать на многие важные для него мероприятия. Ещё одна забота, пусть уже взрослые, но такие же любимые, родные, четверо детей. Что Вас радует сегодня? Две праправнушки, два праправнука. У меня внук дед. У моего внука четыре внука. Правнуки, ой, их девять человек. Юля, значит, Ирина, Татьяна, Катя, Максим, ещё раз Юля, это шесть, она девять. Евгений, Олег, третий, Игорь, четвёртый, Иван.